Хотела бы обратить ваше внимание на такого художника, как Эндрю Уайт. Он в 2007 году нас оставил, ушел отдыхать, он в Америке работал. Посмотрите на его работы. Сейчас я вам просто рассказываю, что до конца Нового года мы сделаем для того, чтобы еще больше как бы стать прекрасными нежными художниками. Посмотрите, как работал Эндрю Уайт. Посмотрите, вот. Он работал в Америке, в каком-то там штате Пельсен-Ливания и все время жил в одном и том же доме, там, где у него было место силы. И он очень нежно и аккуратно рисовал то, что он видел. Посмотрите. Он был человеком, который гонялся за солнечным пятном. Допустим, вот белая собачка у него, которая имеет привычку лежать на его кровати и ждать хозяина. А солнечное пятно себе идет и по комоду, и по ковру. А вот посмотрите, это территория его чердака, там, где он любил спать, да. Его такая кроватка, да. А вот посмотрите, какая зимка, да. И вот мы, когда с Анжеликой скачали эти работы, так, с интернетом, мы себе сказали, мы обязательно должны сделать несколько работ, посвященных зимке нашей. Наша зимка, это такая уютная какая-то... Она нас обнимает просто. И на весь год нам делает такого сокровенного, торжественного состояния, когда мы вглубь себя углубляемся, да, и начинаем понимать, кто мы такие, почему мы на эту землю родились. Посмотрите, три собачки, да, сидят, грустят, а солнечное пятно их согревает. А вот посмотрите, какую обнаженку делал Эндрю Уайт, да. Вот он все время рисовал эту рыжую девушку с косичками, да, и освещал ее в разных освещениях. Видите, даже солнце падает на ее тело таким образом, что это почти геометрические предметы на ее теле, как территория современного искусства. А вот посмотрите, какая у него зимочка приятненькая. Тихо, спокойно, без надрыва он просто рисует кусочки своего сарая. А вот посмотрите, какая у него падающая тень на глинобитную территорию. И вот даже негритянку он нарисовал, видите, которая лежит на белоснежной простыне. К чему я вам все это рассказываю? Я думаю, что мы сделаем с вами две маленьких работки. Одна будет называться Обиженный заяц. Мы попробуем вот по технике Эндрю Уайта, вот допустим, в такой гамме возьмем и нарисуем себя, когда мы помним себя в детстве, когда нас одевали в костюмы карнавальные, допустим, в костюм зайчика, да, с этими ушами. И вдруг, когда самое празднество, нам родители говорили, «А ну быстро в постель, тебе пора уже спать». И, конечно, слезы на глазах, и, конечно же, обида такая вселенская обида. Вы знаете, такое вселенская обида. Вы же помните это состояние. Мы бы хотели нарисовать с вами это состояние, когда ребенок обиделся и эту обиду полюбил в себе. Вот допустим, мы его нарисуем где-то, он как вот эта собачка, помните, лежит на кровати у хозяина, да? Так собачка лежит на кровати у хозяина. Сейчас я найду эту работку. И она грустит вселенской грустью, понимаете? Мы сделаем такого мальчика, который одетый в костюм зайца, да, а его отправили спать. И он лежит на этой кровати, уткнувшись в подушку, и только подушке он доверит эти слезки обиды. Я бы хотела такую сделать работу, посвященную Эндрю Уайту. И еще бы я хотела сделать с вами маленькую работку, когда происходит чудо прихода к нам домой в Новый год, нового гостя. Это елка. Помните, огромную елку папа приносит, снег отрушивает из валенок и бросает эту елку, закрученную в канат, прямо бросает на пол на деревянный. И с нее снежка немножко падает, все дети в восторге, все мамы тоже. Короче, вокруг елки происходит какая-то такая вот общая радостная тревога, что ли, потому что она вот только что брошена на пол, но мы ее возьмем и начнем наряжать. Да? Мы еще никогда не рисовали елку, которую только что занесли с морозного воздуха. Я бы хотела вот эти две ситуации, спокойные, и, как вам сказать, воспоминания из детства, все-таки нарисовать их. Я думаю, что Эндрю Уайт нам в этом поможет. И вот он в общем, и потом. Продолжение следует...